Когда я ещё учился в университете, я помню, что ходил на мероприятия, и все разговоры были на уровень выше, чем я тогда понимал. Это не потому, что я был дураком. Я был офицером, я вёл солдат в бой. Но я не знал всего этого жаргона, на котором общались банкиры и консультанты, и я не понимал, как мне общаться на этих мероприятиях, таких ситуациях, как говорить, чтобы не показаться дураком. Господа, это то, что мы обсудим в сегодняшнем видео. Первый совет, это очень просто. Держитесь прямо и поднимите подбородок. Делая так, вас будут воспринимать более доминирующим, сильным и уверенным. И к тому же более умным. Вы ещё не сказали ни слова, но вы уже выглядите как умный человек. Второй совет, активно слушайте людей. Большинство людей этого не делает. Они часто просто ждут своей очереди, чтобы высказаться. Когда вы слушаете людей, то вы можете выхватывать информацию то тут, то там. Вы можете вникнуть в то, что происходит. И это ведёт нас к следующей части. Задавайте глубокие и качественные вопросы. Вопросы, которые означают, что вы обращали внимание на то, что говорит человек. Наверное, это более для продвинутых, но лучший способ, как задать вопросы, это сделать своего рода резюме, что вы поняли то, что вам сказал человек. А затем задать вопрос, чтобы уточнить что-то специфическое. И это ведёт к следующему пункту. Ведите разговор в то русло, в котором вы разбираетесь. В моём случае у меня получалось уводить разговор в том направлении, когда я общался с консультантами. Я говорил «Эй, я знаю, что вы ребята работаете с государством». У них действительно был департамент, который работал напрямую, особенно в направлении поддержки военных. И у меня получалось углубляться в этом направлении, хотя ребята, с кем я общался, не работали в этой части компании. Но они воспринимали меня как того, кто разбирается. Они говорили о своих знакомых, которые работают в этом департаменте. И что они могут познакомить с ними. Заметили, как я переключил беседу в том направлении, в котором я лучше себя чувствую? Я разбираюсь в армии, это мой опыт. Я смог упомянуть об этом, и таким образом я мог звучать более профессионально и держать разговор в том русле, в котором я разбираюсь. Следующий совет требует немного практики, и это говорить экспрессивно. Конечно, не стоит прям слишком перегибать палку, но не надо быть скучным роботом. Не надо стоять дубом и монотонно говорить одно и то же, иначе люди просто выпадут. Поменяйте все, и не надо ограничиваться только руками. Можно также делать шаги, можно повторять жесты за другими. Конечно, не надо прям копировать, иначе это будет заметно. Но большинство людей будет подсознательно, испытывать симпатию к тому, кто подражает им. Это называется язык тела. Далее, когда надо делать акценты, вы можете остановиться. Вы можете говорить тише или громче. Ну, не стоит, конечно, просто кричать без причины, люди подумают, что вы сумасшедший. Но вы практикуйте это. Может, надо пойти на тост-мастер. Просто идите и общайтесь с людьми. И в какой-то момент, когда вы сможете быть более экспрессивным во время вашего разговора, люди будут считать вас более интеллектуальным. Далее, не надо налегать на напитки и особенно держать алкоголь в руке. Это еще называют перенимать привычки дураков. Да, это так. Но так выходит, что когда вы держите напиток, особенно тот, в котором есть алкоголь, другой человек воспринимает вас как менее разумного. Так что, когда вы ходите на всякие мероприятия, или вечеринки, или даже интервью, хотя на вечеринке-то вроде все в порядке. Ну а вот на нетворкинге, где люди, с которыми вы общаетесь, они как бы и проводят сразу интервью, учитывайте, что люди всегда проводят интервью. Так что вы на ужине, который оплачивает компания, стоит ли вам заказать вино? Скорее всего, нет. Лучше просто возьмите воды. Также не стоит налегать на еду или самые дорогие блюда. Суть в том, что люди все равно делают суждение в ваш адрес. И если кто-то держит в руках алкоголь или пьет его, то мы считаем их как менее интеллигентных. Если вы собираетесь делать презентацию, и вам надо будет общаться с людьми, при этом вы хотите казаться умнее, используйте очки. Ну, если вы не носите очки, то не делайте этого. Но для многих из вас есть выбор использовать очки или контактные линзы. Потому что есть исследования, в которых говорится, что очки привлекают внимание к вашим глазам. Это, кстати, следующий пункт, что надо смотреть людям в глаза и держать контакт глазами. Это тоже сказывается на вашей привлекательности и на том, что вы выглядите умнее. Да, есть исследования, что более толстые аромы очков привлекают больше внимания к глазам. Это все хорошо работает. Что насчет матерных слов, как я говорил ранее, мы используем крепкие слова, когда хотим что-то сказать. Наш мозг обычно не успевает за нашим ртом. Поэтому есть парочка советов. Говорите помедленнее. С этим правилом можно быть не прямо так строго. В то же время следует говорить с той же скоростью, как и все остальные участники беседы. Вы можете слегка замедлить, если хотите добавить акцентов. Но вот чего точно не следует делать, так это неосознанно говорить маты. Что же делать, если беседа зашла в такое направление, в котором вы ничего не знаете? В какой-то момент вы ловите себя на том, что просто выпали из беседы. Что делать? Первое, просто не открывайте рот. Держите рот на замке, и пускай думают, что вы дурак, нежели откройте его и развейте все сомнения. Мне нравится это высказывание, но суть в том, что вы не обязаны говорить. Вы можете просто слушать. Ну, конечно, если только люди не спрашивают вашего мнения. Задавайте им вопросы, просите уточнить, или просто скажите, что вы не очень многое знаете про эту тему. Вы можете уйти в сторону и защититься, просто сказав, что вы не многое знаете об этом. Это нормально. Это даже лучше, чем если бы вы пытались симулировать. Ну, а если вы уже делаете презентацию, то вам могут помочь графики, диаграммы и статистика. Я это часто делаю в своих видео. Думаю, вы заметили, я говорю о статистике, исследованиях и цифрах. Таким образом, я выбиваю доверие, потому что ссылаюсь на авторитетов, таких как Гарвард, Стэнфорд. Суть в том, что когда вы так поступаете, то вы одалживаете авторитет. И когда вы приводите статистику или цифры, даже если вы думаете, что можете просто их назвать и рассчитывать на то, что люди вас поймут, когда вы используете график или диаграмму с цифрами, то люди думают, что вы подготовились, и они начинают предполагать, что вы понимаете, о чем говорите, и что вы более умный. Следующие два будут забавными, но я все равно хочу включить их сюда. Если вы пишете что-либо на бумаге, то можете вписать свой средний инициал, и люди будут считать ваши рукописи более интеллектуальными. Да, представьте себе, есть исследование на эту тему, мне показалось это интересным. Возможно, не стоит представляться таким образом. Мое имя Антонио О. Сентено. На эту тему я не находил никаких исследований, но если вы отчаянно хотите казаться очень умным, тогда указывайте свой средний инициал. Еще одна вещь – это понимать свой акцент. Мы все с разных уголков Земли, и у нас у каждого есть акцент. И люди воспринимают людей из разных стран абсолютно по-разному. Мы считаем, что англичане более интеллигентны. Когда я слышу австралийцев, то их акцент мне кажется забавным. Так что да, акцент – это важно. Если у вас русский акцент, и вы говорите по-английски, для кого-то это может сразу ассоциироваться с тем, что эти парни могут быть плохими. Так что да, надо учитывать тот факт, что это часто прикликается со стереотипами, когда речь идет об акценте. Какое видео посмотреть далее? Контакт глазами. Я уже думал, что надо поговорить больше на эту тему, поэтому подготовил целое видео. Мы там разработали целую формулу по количеству контакта глазами, которое можно иметь с людьми. Я прямо разбил на конкретное количество процентов. Будь разговор с глазу на глаз, с группой людей или с целой толпой. Как это делать? Переходите и смотрите.